Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь, светильник телу есть око, и когда оба ока Твоя просто будет, все тело Твое светло будет, и когда же лукаво будет, и тело Твое темно. Блюди уба, и да свет, и же в Тебе тьма есть. А щебо тело Твое все светло, и мы некие части темны, будет светло все, и когда же глаголыше, моляше Его фарисей некий, да обедует у него. Вшед же возлежим. Фарисей же, видев девися, як и не прежде крестиси первые обеда. Речи же Господь к нему. Ныне вы, фарисеи, внешние скляницы и блюда очищаете. Внутреннее же ваше полно граблений есть и лукавства. Безумнее, не ижели сотвори внешнее и внутреннее сотворил есть. Абачив сущих, дадите милостыню, и севся чисто вам будут. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня вторник, 12 ноября, и мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки, 11 главу, читаем с 34 по 41 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? «Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то все будет светло, все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Вот такие слова сегодняшний день мы с вами слышим. «Господь говорит, светильник тела есть око, если око будет чисто, все тело будет светло, и если будет худо, все тело твое будет темно». То есть видим, как бы некая притча сказана за пример чего-то духовного, высокого. Берется обычные человеческие глаза. И действительно, глаза человеку, мягко сказать, необходимы. Причем глаза здоровы, глаза ясны, потому что жизнь наша в большинстве своем связана с возможностью видеть. Это зависит от нашего зрения. Действительно, когда у человека глаза здоровы, то в жизни его может наблюдать и порядок, и некую ухоженность. И даже такие вещи, связанные с обычными бытовыми вещами, они у человека все в норме, все хорошо. И наоборот, человек слепой, он вынужден пребывать в этой проблеме, неспособности даже где-то ухаживать за самим собой. Но, конечно, здесь слова не о глазах обычных, а о тех очах духовных, которые в человеке есть. Вот здесь вот толкователи говорят и о сердце человеческом, и о уме человеческом. Потому что и тем, и тем пользуясь, человек выстраивает вообще себя как личность и выстраивает вообще свою жизнь, свое отношение к окружающему миру, к людям, к Богу самое главное. Вот получается, что когда у человека сердце чистое, когда ум ясный, ум просвещенный, истинный, да вот этим светом божественным, в этом плане человек, он сам не может быть светом сам по себе, он может быть светильником, который зажигается от Бога. И вот, когда человеческий ум просвещен светом евангельским, правдой Божией, когда нет там всякой лжи, всякого лукавства, то тогда, в общем-то, и сердце человеческое начинает тянуться к этому свету. Когда сердце очищено от страстей, когда оно свободно от этого рабства дьяволу, тогда действительно человек как бы исполнен света, исполнен правдой. И тогда вся его жизнь начинает освещаться вот этим внутренним состоянием. Все его поступки, все его дела, слова, решения, они связаны именно с этой внутренней правдой. И наоборот, если внутренний человек наш, наше сердце, наш ум искажены, искажены грехами, страстями, лжеучением, тогда нет ничего удивительного, что жизнь человеческая начинает из себя представлять череду постоянно повторяющихся ошибок. Вот каждый из нас в жизни может это ведь заметить очень четко. Просто посмотреть и взять один единственный день, и посмотреть с утра до вечера, что с нами происходит. Видим, что мы там-то ошибаемся, там не знаем, как поступить, там сомневаемся, там что-то вроде как бы хочется сильно делаем, и мы в итоге видим, что опять не то. То есть вот нет какого-то того порядка, которого хочется нам самим. Вот все мы с вами стремимся к счастью, стремимся к этой внутренней гармонии. Все нам хочется, чтобы все у нас было и получалось. И одновременно видим, что не выходит так. А почему? Света нет. Темно внутри. Господь говорит, что смотри, человек, смотри, обращай внимание на себе. Свет, который в тебе, то есть твое сердце и ум, которые должны быть светлыми, не есть ли тьма? Если есть тьма, то тогда что-то? Тогда задумайся для начала, задумайся и обнаружь проблему эту. Пойми, отчего же там темно. Ищи того, кто есть свет, кто сможет просветить тебя. Ищи Христа. Но если все тело твое светлое не имеет ни одной темной части, то если душа твоя светла, то все будет светло, так как бы светильник освещал тебя сиянием. То есть под всем Господь, который знает, вообще жизнь твою со всеми наполнением. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Почему он просил? Очень понравились, видимо, слова Христа вот этому фарисею. Видимо, и сам он был настроен на такое вот духовное понимание, отчего Господь к нему и пошел. Это, кстати, важно нам заметить, потому что вот сейчас мы с вами читаем, видим, как бы Господь начинает указывать на эту основную проблему фарисеев. Что их понимание вообще жизни духовно-религиозно чаще всего сводилось к вещам внешним, к вещам ритуальным, к каким-то обрядовым. За этим они следили очень-очень-очень тщательно. Забывая о душе своей, забывая о своем сердце, забывая о уме своем. Но вот у этого фарисе, видимо, было как бы некое чувство, что ли, более утонченное. Он, слушая Христа, как почувствовал, что да, действительно, ведь правду говорит. И позвал его к себе. Господь пришел к нему и возлег. И вот дальше, смотрите, удивительная вещь происходит, как бы некая такая педагогика. Ведь Господь специально здесь сознательно не умывает рук перед обедом. Умывает не потому, что он был неряшлив, что ли, да, по нашим человеческим пониманиям. И не потому, что как бы нужды в этом нет, вот в плане гигиеническом. Конечно же есть. Каждый из нас, в общем-то, перед обедом моет руки, если, тем более, руки чем-то замараны. Ну, в общем-то, и логично, и нужно это сделать, чтобы там не заболеть, например, там чем-то. Но здесь Господь этого дела не делает для того, чтобы у фарисе возник вот этот вопрос, что почему он так не поступил. И дальше нам, что вновь напоминается, у иудеев был этот обычай умывать руки, причем особым образом, особым способом, особая вода для этого использовалась. Там после того, как человек приходил с улицы, там, или после кого-то дела, это был некий ритуал. И это сводилось к такому священному значению, что если руки помыл, да, значит, вот Богу угодил. И помыл, то ты осквернен пред Богом. И фарисей здесь, он именно в этом смысле относился к этой процедуре. И вот тогда Господь, воспользовавшись его недоумением вот этим, он дает ему помощь, он открывает ему как бы смысл. Но ведь, смотрите, причем смысл нам может показаться открыт достаточно безжалостно. То есть здесь он фарисе укоряет. Казалось бы, тот его к себе ведь победать пригласил. Спасибо надо за это сказать. А тут Господь вместо этого начинает его чуть ли не ругать. Но это нужно было сделать. Что состояние вот этого фарисейского духа в Иудеях было уже настолько глубоко и корено, что тут это вырезать только можно. Знаете, вот как болезнь какая-то в теле, когда вот глубоко очень операция нужна. Да, болезненно, да где-то может быть тяжелое, долго это будет потом у человека зарастать, но нужно это, иначе человек может просто погибнуть. Так вот и здесь нужно было лечить их души. Вот так вот по очень жесткому. И говорит, что вот вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете. Почему? Потому что считаете, что именно на внешний смотрит Бог, смотрит на ваш внешний вид, смотрит на ваши какие-то такие вот поступки внешние. Но оно понятно, так человеку легче понять, потому что если я это вижу, значит и Бог это видит. Да, а вот внутренность ваша из полной хищения и лукавства. За душой своей вы не смотрите, фарисеи. И вся ваша добродетельно касается, опять же, зачастую только внешней жизни. И даже не потому, что вы не понимаете, что внутренне надо тоже очищать, сколько вы привыкли к этому лишь только внешнему. Так вот неразумные, неразумные. Не тот же ли кто соответствовал внешне, а соответствовал и внутренне. Вы же признаете Бога творцом всего, и мира, и духовного, и материального. И вы понимаете ведь, что Бог есть Дух, что он не какой-то дата мы дал. Ведь не зря была дана эта заповедь, что дам Моисею, что не ствери себе кумира. Для чего она была дана? Для того, чтобы как раз приучить людей к этому правильному пониманию, каков Бог. Что Бог не в материальных предметах. Что Бог, он не такой, как мы. Его нельзя руками потрогать. Бог есть Дух, соответственно, и наше духовное состояние в какой-то степени ближе для него даже, чем наше тело. Вы же, Фресия, это понимаете. Соответственно, почему же вы тогда за внешним смотрите, а на внутреннее внимание обращаете? Что необходимо исправиться. Подавайте лучше милостыню не с того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Здесь Господь, говорит, приучает тому, что делайте добрые дела. Делайте добрые дела с точки зрения милосердия, сострадания, любви. Что такое милостыня? Это вот такое вот дело любви. Что вот за этим смотрите. И тогда вот, если вы будете приучать себя к такому расположению, к такому настроению духовному, тогда все у вас будет чисто. Постепенно жизнь ваша действительно будет выправляться и исправляться. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами успели прочесть. Читали мы Евангелие от Луки, главу 11, с 34 по 41 стих. И всем нам напоминаю необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!